На данный момент 66% образовательных учреждений края храняют штатные сторожи, которые чаще всего не имеют нужной квалификации. Глава региона настоял на том, чтобы школы переходили на специализированную госохрану. Возможно, с привлечением казачьих дружин. Уже сегодня под контролем казаков 25 кубанских школ. По мнению Кондратьева, эту практику нужно расширять, а также регулярно проверять работу ЧОПов в учебных заведениях. Можно без конца кивать на отсутствие денег или иные проблемы, но я еще раз говорю, что это кивание сегодня не поможет ни вам, ни нам и никому в целом. Потому что на кону стоит безопасность, если хотите, жизнь детей. Это самое дорогое, что есть в обществе. Оптимальный вариант переходить на государственную охрану или профессиональную. Пусть она дороже, но зато ее сотрудники профессионалы, которые смогут оперативно отреагировать в нештатной ситуации. Полиция и органы прокуратуры прошу организовать проверки этих ЧОПов. Понимание того, что ЧОПы тоже должны быть высокоподготовленные. И это на самом деле должно быть не сторожа в форме, что подчас тоже ЧОПам свойственно, а я убежу на высококвалифицированные сотрудники охраны. Не менее важный вопрос, который подняли на совещание – пожарная безопасность. В этом году чуть ли не каждая третья школа и лицей были приняты с нарушениями. В некоторых учебных заведениях до сих пор не установлены системы с прямым выводом тревожного сигнала в пожарную часть. Такую позицию муниципальных властей Кондратьев считает недопустимой. Дайте мне конкретно по муниципальным образованиям, кто и какая школа и сколько лет подряд не укомплектованы ни кнопками, ни системой прямого вызова пожарных. Вот я просто хочу посмотреть главам в глаза. Если там 5 лет, 7, 10 эта проблема не решается, значит она никогда не решится у него, никогда, потому что он ее не решает. Один раз потрудись, один раз установи и все, и забудем эту тему. Мы просто будем проверять готовность и не более того. Но не ставить вопрос об установке, это уже смешно. Я уверен, что и 5 лет назад, и 10 лет назад эта тема звучала. Также руководитель края поручил усилить работу по соблюдению детского закона на Кубани. С начала года выросла подростковая преступность более чем в 20 районах. Среди так называемых лидеров – Усть-Лобинский, Калининский и Темрюкский районы. По словам вице-губернатора Анны Меньковой, во многих муниципалитетах к детскому закону относятся скорее формально. Так, например, в Ленинградском районе участковый полицейский за месяц в рейд вышел всего один раз. Вениамин Кондратьев, в свою очередь, отметил, закон будет работать только в том случае, если рейды будут носить регулярный характер. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ».